23 марта 2001 года всё человечество следило за затоплением легендарной советско-российской космической станции «Мир» в Тихом океане. Согласно официальной версии, за 15 лет беспрерывного полёта орбитальная станция полностью израсходовала свой ресурс. Однако многие эксперты утверждали, станция «Мир» была вполне способна функционировать и дальше. Американский миллиардер Деннис Тита уже готовился отправиться на орбиту в качестве первого космического туриста, а многие страны предлагали профинансировать необходимый ремонт. Несмотря на это, станция была затоплена. Одновременно в прессу просочились страшные слухи. Орбитальная станция «Мир» практически полностью покрыта ядовитой плесенью, которой не страшны ни космический холод, ни космическая радиация. Последствия любого человеческого контакта с ней непредсказуемы. И только спустя 10 лет, в 2011 году, были обнародованы сенсационные данные, которые проливают свет на истинную причину затопления станции «Мир». Решение о ликвидации первого космического дома было принято в связи с тем, что на станции был обнаружен вирус неизвестного происхождения, который нёс угрозу человечеству. Единственным способом уничтожить космический вирус было провести станцию «Мир» сквозь плотную земную атмосферу, в которой сгорает всё живое. Поэтому, как считают некоторые эксперты, её и затопили. Но оказался ли этот расчёт верен? Сумела ли земная атмосфера сжечь таинственные космические бактерии? Или они продолжают свою жизнь уже на нашей планете и мутируют в водах Тихого океана? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Эту информацию тщательно скрывали. Сегодня в программе «Тайны мира» вся правда о том, что на самом деле произошло на советской орбитальной станции. Там выросла плесень. Зелёная. Эксклюзивное интервью космонавта, обнаружившего на станции «Мир» враждебную форму жизни. Туда засунул проволоку, вытащил и вытащил вот такого червяка. Биологический материал, который вышел из стенки. Толщина 1 мм. Почему спустя 100 лет после падения Тунгусского метеорита в этих местах продолжают умирать люди? Есть не только опасность заразиться, но и есть опасность полной перезагрузки. Атака с неба. Кто распыляет над городами отравляющие вещества? Использовались бактерии, подобные штаммам боевым сибирской язвы. Тайна проклятия фараонов раскрыта. Какую угрозу несут человечеству древние египетские пирамиды? Они, казалось бы, внесут в себе уж такой объём инфекционный, что просто вот, ну, просто зашкаливает. Массовые эпидемии по всему миру. Зачем учёные воссоздают древние вирусы, которые способны уничтожить всё живое на планете? Это очень страшно, когда здоровый абсолютно человек на глазах вот буквально за считанные часы погибает. Проникновение в мозг. Как вирусы управляют человеческим сознанием? Тихий, скромный, благополучный ребёнок вдруг поднимается на девятый этаж и в окно прыгает. Новый сценарий апокалипсиса. Неужели человечество станет жертвой иной формы жизни? Вирусы существуют. Они живы. Они считают человека угрозой для себя. И они не собираются сдаваться. Вирусы. Иная жизнь. Здравствуйте. С вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления в современном мире. Сегодня мы расскажем о самом загадочном враге человечества. Это вирусы. С ними невозможно договориться, ими трудно управлять и ещё труднее разбираться с последствиями. Четыре полёта и десять выходов в открытый космос. Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Серебров, один из немногих людей, кто наблюдал падение метеоритов не по телевизору, а из иллюминатора космического корабля. Один из полётов оказался для него роковым. То, что произошло на борту орбитальной станции «Мир», напоминает сценарий фантастического фильма. В тот день бортинженер Серебров подготавливал снаряжение для выхода в открытый космос. Когда он открыл один из скафандров, прямо на него хлынула волна зелёной пыли. Оказывается, внутри скафандра образовалось несколько слоёв плесени. По станции распространился специфический запах, а вода приобрела неприятный горьковатый привкус. Мы не умалчивали, мы об этом говорили в открытый эфир, но обратной связи никакой не было. Мы заметили, что в середине, где-то в конце сентября, в начале октября вода начала вонять. Когда космонавты разобрали фильтрационную установку, то определили, что насос требует замены. Весь фильтр был забит крошками ядовито-жёлтого цвета. Там выросла плесень зелёная. Я отвинтил выходной из кондиционера. Туда засунул проволоку, вытащил, и вытащил вот такого червяка. Это биологический материал, который выслал стенки. Толщина 1 мм. Жёлтого цвета, весь этот червяк был с тёмно-коричневыми пятнами. Когда показал это в ЦУПе, говорят, кого-то там даже сношнело. Неизвестное существо из космоса в загерметизированном контейнере было доставлено на Землю. Несмотря на тщательные исследования, учёные так и не смогли установить происхождение таинственного организма. Обнаруженный вирус обладал высокой проникающей способностью в любой биологический организм и активно мутировал. Радиация, глубокая заморозка, термообработка. На космического червя не действовало ничего. Он практически был бессмертен. Но самое страшное. У человечества на этот вирус не было иммунитета. Все исследования проходили под грифом «секретно». Но как это неизвестное существо смогло оказаться в системе герметично закрытого орбитального водопровода? То, что происходило дальше, космонавт вспоминает с ужасом. Через несколько дней вся орбитальная станция «Мир» была затянута плесенью. Постепенно, один за другим, выходили из строя важнейшие приборы. Мы делали там, значит, на люк, одевали такой колпак вниз, марлевый вентилятор, чтобы он раздувался в такую форму. И направляли этот люк на солнце. И ультрафиолетом таким образом обучали всю станцию. Мы убивали таким образом всякие бактерии. Ну, их же всех не убьешь. Они там в складочках. Команду в срочном порядке стали готовить к возвращению домой. Сенсационная информация тут же была засекречена. После специального приказа высшего командования, все космонавты и сотрудники ЦУПа дали подписку о неразглашении. Еще на станции Александр Серебров почувствовал себя плохо. Высокая температура, слабость, резкая боль внутри живота. Уже на Земле космонавт обратился за помощью в Институт эпидемиологии и научной микробиологии. Однако поставить точный диагноз специалисты института не смогли. Наши про это забыли, сказали результат. У тебя внутри тебя живет дрожжевая бактерия, аналов которой на Земле нету. Это мутант космический. Он в тебе живет. И как от него избавиться, мы не знаем, потому что аналогов на Земле нет. Что на данный момент происходит на глубине Тихого океана, где покоятся остатки станции, неизвестно. Возможно, именно сейчас там разрастается самая страшная эпидемиологическая угроза за всю историю человечества. На Землю ежегодно выпадает от 100 до 1000 тонн космической пыли. Вирусы могли попасть сюда, на Землю, таким путем. В июне 1908 года над территорией Центральной Сибири, к северу от Транссибирской магистрали, пролетело крупное космическое тело. В районе реки Подкаменная Тунгуска произошел взрыв, равный по мощности взрыву самой мощной водородной бомбы. Взрывная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру, а деревья на площади более 2000 километров оказались поваленными. Вот уже несколько поколений жителей деревни Карамышева возле Ангары с трепетом рассказывают о таинственной поляне, прозванной Чертовым кладбище. На голой, выжженной земле разбросаны кости и трупы животных. Человек, вступивший или даже пролетевший над этой землей, спустя несколько минут погибает. Предположительно, Чертовое кладбище находилось на траектории падения Тунгусского метеорита. Так что же было занесено на Землю из космоса, если спустя 100 лет смерти продолжаются? Доктор-геолога минералогических наук Станислав Иосифович Жмур в 2008 году выдвинул теорию, что все живое на Земле произошло от вирусов, возникших в околосолнечном пространстве в газово-полевой туманности. Сначала образовались вирусы с РНК, а потом на основании вот этого вируса в этих РНК путем всяких разных преобразований образовались и вирусы с ДНК. Вот эти вирусы, они вошли в состав вот уже каменных тел околосолнечного пространства. Ученым известно, в метеоритах встречается большое количество ядовитых веществ. Многие из этих веществ, вступая в реакцию с кислородной средой Земли, образуют новые химические соединения. Из космоса приходит только сигнал для активизации этого вируса, либо сигнал для мутации вируса, потому что сам вирус или, допустим, для него основа, то есть фундамент, то есть какой-то субстракт для него, находится на Земле. Возникшее после падения Тунгусского метеорита чертово кладбище имеет свою уникальную экосистему. Здесь развиваются неизвестные науки бактерии, убивающие любой живой организм, вторгающийся на их территорию, будь то животное или человек. При этом сами бактерии не пытаются расширить ареал обитания. Согласно мнению некоторых исследователей, на этом месте расположена база внеземной цивилизации, а вирусы – их оружие защиты. Согласно другой теории, прилетевшие из космоса вирусы и есть иная цивилизация. Чужеродная жизнь в космосе, она находится в замороженном виде. Из-за этого всегда есть не только опасность заразиться, но и есть опасность полной перезагрузки. Каждый день на Землю падает несколько тонн метеоритов. Многие исследователи убеждены, Земля постоянно находится под прицелом враждебной космической цивилизации. Для них наша планета – всего лишь лаборатория, в которой испытываются новые виды биологического оружия. Каждый метеорит приносит на Землю новый вирус. Часть из этих ледяных тел долетает до Земли в нетронутом состоянии. Следовательно, то, что находится внутри льда, доживает до поверхности Земли, то есть не сгорает в верхних сраях атмосферы. Что дальше будет происходить с этими микроорганизмами, никто до сих пор не знает. 15 сентября 2007 года жители высокогорного района Перу наблюдали завораживающее зрелище. В середине дня с неба неслась светящаяся звезда, оставляющая за собой длинный белый след. При падении перуанский метеорит образовал в Земле 30-метровую воронку, откуда забил фонтан кипящей воды, смешанной с горными породами. Видите, я держу в руке обычный камень. Я подобрал его недалеко от места, где упал метеорит. Посмотрите, как ведет себя стрелка компаса. Как будто после падения метеорита здесь все намагнитилось. Теперь здесь все камни такие. Мы даже продаем их туристам. Однако радость местных жителей длилась недолго. Вскоре у всех появились симптомы неизвестного заболевания. Распространившийся по округе странный запах вызывал тошноту и кровавую рвоту. Большая часть местных жителей была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Многие погибли. Так с чем же столкнулись жители Перу? С очередной космической атакой? Возможно ли, что падение метеорита было не случайным? Его сознательно направили именно в это место с совершенно конкретной целью – убить. Смотрите после рекламы. Сенсационная теория ученых. Строителями древнеегипетских пирамид были вирусы. Это подтверждено геологическими фактами, подтверждено палеонтологией. Кто распыляет над городами отравляющие вещества? Использовались бактерии, подобные штаммам боевым сибирской язвы. Вирусы – оружие террористов или террористы – оружие вирусов? Уже сейчас биотерроризм считается более опасным, чем ядерное оружие. Социологи считают, скоро для человека на нашей планете не останется места. Проблему перенаселения они называют главной проблемой человечества. Вирусы сознательно внедряются, иначе нам всем не хватит места. Есть версия, что это некий эксперимент пришельцев из космоса, для которых наша планета – научная лаборатория. Величественные египетские пирамиды ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. В наше время каждому известна история о проклятии Тутанхамона. После вскрытия гробницы в 1922 году всех участников археологической экспедиции настигла загадочная смерть. Но мало кто знает, археологов убил неизвестный вирус. Ни разу за всю историю не скрывали гробницу, в которой все сохранилось. Вот как положили его умертым первый раз. И ни грабители, и ничего, ни природы никакие. И когда вскрыли, тоже это была целая, огромнейшая история. Это такая была открытие века. Она до сих пор считается одной из величайших открытий. При вскрытии гробницы были найдены бесценные сокровища древности и самое главное – гроб из чистого золота с мумией фараона. Однако дальнейшее развитие не мог предугадать никто. Один за другим нарушители покоя Тутанхамона погибали от необъяснимой болезни. Через шесть недель после открытия погребальной камеры погибает лорд Карнервон. И, конечно же, газетчики тоже подхватили эту новость и на весь свет раструбили о неком проклятии фараона. Тут же появилась легенда о том, что в гробнице Тутанхамона было найдено проклятие. В течение нескольких лет от проклятия фараонов погибло 22 человека. Согласно новейшим исследованиям, истинным убийцей членов экспедиции стал особый вид плесени, жившей внутри гробницы. Иногда ими покрыты значительные площади стен гробниц. Ну, например, черная плесень, аспаргила, черная, которая при попадании в легкие может вызывать такое неприятное заболевание, как аспаргиллез. В египетских гробницах довольно часто встречаются близнетворные грибки, бактерии и плесени. Такие случаи многократно заследствуются. Анализ мумии Тутанхамона поразил ученых еще больше. Оказывается, фараон сам умер от укуса ядовитого комара. Ученые Каирского университета пришли к выводу, что у каждого из работавших во внутренних помещениях пирамид был найден вирус, вызывающий воспаление дыхательных путей. Целый ряд аналогичных вирусов обнаружили при обследовании мумий. По мнению исследователей, древние вирусы могут сохранять свою жизнеспособность до 4 тысяч лет. Вирусы, которые найдены в египетских пирамидах, да, они могут иметь инопланетное происхождение. Может быть, пирамиды были возведены не как усыпальницы фараонов, а как место, в котором древняя плесень могла спокойно существовать не боясь быть потревоженной? Некоторые исследователи считают пирамиды своеобразной военной базой пришельцев. Это склад для хранения страшного биологического оружия, отличительной особенностью которого является способность мыслить. При помощи комара вирус поразил сознание фараона, который и приказал рабам возвести пирамиду. Вскрыв саркофаг, археологи, по сути дела, открыли настежь дверь в инопланетную военную лабораторию. Убив своих первооткрывателей, разумные вирусы оказались на свободе и начали постепенно захватывать Землю. На протяжении многих миллионов жизней эволюции на планете случались глобальные катастрофы и количество биологических видов уменьшалось вплоть до почти до 5 процентов, то есть 90-95 процентов всех живых существ умирало. Некоторые исследователи полагают, что в древнейшие времена единственным разумным видом на Земле были вирусы. Эволюционная история вирусов превышает человеческую на несколько миллиардов лет. Может быть, именно поэтому нам до сих пор известно лишь 5 процентов и то самых простейших вирусов. И те мы пытаемся считать бактериологическим оружием, созданным якобы самими людьми. Ну, я считаю, что это всё-таки, скажем так, наши человеческие игры с природой и с населением. То есть это вполне, скажем так, наши земные технологии. Вот только единственное, какие цели они преследуют, это, конечно, большой вопрос. Откуда появились вирусы? Как они произошли? Предполагается, что вирусы – одни из древнейших существ на Земле. Самая распространённая гипотеза говорит, что их предками были живые паразитические микроорганизмы. Есть и другая версия, более фантастическая, о том, что вирусы пришли к нам из космоса. В августе 2012 года весь Омск оказался засыпан белым веществом неизвестного происхождения. Прояснить природу порошка санэпидемстанция не смогла. Но здоровье жителей города внезапно ухудшилось. У многих начались сильные головные боли и тошнота. Ещё в древности на Земле находили загадочное волокнистое вещество, получившее название «волосы ангела». Упоминание о нём встречается ещё в свитках фараона Тутмоса в третьем тысячелетии до нашей эры. В середине 20 века в одной из европейских академий вещество было тщательно исследовано. В его составе были обнаружены кремний и кварцит. Исследователь Николай Суботин убеждён – волосы ангела – это древний аналог так называемых химиотрасс. Так называют широкие полосы, которые оставляют в небе самолёты, распыляющие над городами аэрозольные вещества или химикаты. Вот если мы обратим внимание на небо, когда летят самолёты, за ними, естественно, остаётся инверсионный след. А вот химиотрассы, которые остаются после некоторых самолётов, они расползаются, превращаются в перистые облака. И периодически после таких химиотрасс на Землю выпадает точно такое же волокнистое вещество, подобное тем волосам ангела, которые наблюдают уже несколько сот лет. Недавно Министерство обороны Британии рассекретило документы, в которых говорится, что в период Холодной войны они использовали самолёты для распыления определённых болезнетворных бактерий. И вот как раз использовались бактерии, подобные штаммам боевым сибирской язвы и прочее, для того, чтобы посмотреть, предположим, произошла Холодная война, Россия, как по их сценарию, нападает на страны, и что может произойти в результате бактериологической атаки. Исследователи уверены, разработка бактериологического оружия идёт полным ходом, а все разговоры о случайных утечках и авариях обычная правительственная отговорка во избежании ненужных вопросов. Но если Николай Суботин прав, и волосы ангела сознательно распыляемое биооружие, то каким образом оно могло распространяться во времена египетского фараона Тутмоса? Или загадочное вещество распространяет себя само? То есть каждый раз разумный вирус действует, исходя из сложившихся условий? Смотрите после рекламы. Вирус самоубийства. Как программируют наше сознание? Я лежу в ванной, вскрыл себе вены, пошла кровь. Они уже манипулируют миллиардами. Разумные вирусы во всемирной паутине. Тихий, скромный, благополучный ребёнок вдруг поднимается на девятый этаж и в окно прыгает. И кто на самом деле стоит во главе заговора фармацевтических компаний? Это классический пример нейро-лингвистического программирования. Мы привыкли связывать вирусы с болезнями тела. Однако в последнее время всё больше говорится о психических вирусах. Как и главное, кто программирует наше сознание? Если бы код ДНК хотя бы отчасти напоминал компьютерную программу, его бы давно расшифровали. Так может быть, этими невидимыми глазу программистами являются вирусы? В 2011 году волна подростковых самоубийств захлестнула Россию. Десятки подростков без всяких причин бросались с крыш и резали себе вены. За последние 2-3 года около 15 случаев, безусловно, когда внешне для всех тихий, скромный, благополучный ребёнок вдруг поднимается на девятый этаж и в окно прыгает. А то и вдвоём. Виновником трагедий священник-отец Владимир считает интернет. Это не просто заявление. Интернет – единственное, что объединяло всех будущих самоубийц. Возраст, социальное положение, место жительства, пол, национальность были разными. Но в дневниках всех молодых людей, решившихся на последний шаг, встречались одни и те же фразы. «Я не знаю, почему хочу это сделать. Что-то тянет меня сделать это. Я не знаю». «Компьютер создан на основе человеческой памяти, на основе человеческого мозга». То есть что такое это? Это, если говорить в духовном плане, это душа. Так вот, не может душа быть мёртвой. В последнее время профессиональные программисты много говорят о так называемых самозарождающихся сайтах. Некий вирус, возникший внутри всемирной паутины, анализирует человеческие страхи и желания и самоорганизуется в специальные сайты самоубийств, цель которых – устранение человека. «Психотехники сегодня развиты как угодно. Мы можем зомбировать, включать там 25-й кадр, в определённом ритме подавать информацию. Есть более серьёзные вещи, более опасные для народа – это уход от реальной жизни». Москвич Алексей Мухин убеждён, что сейчас он жив лишь благодаря чуду. Несколько лет назад он стал посещать интернет-сайт, показавшийся ему занимательным. Сайт был посвящён различным способам самоубийства. «После этого начали сниться какие-то сны. Сплю, и я чувствую, что я лежу в ванной, вскрыл себе вены, пошла кровь. На самом деле страшное ощущение». Приснившийся Алексею сон оказался пророческим. Его друг по переписке, тот самый, кто дал ему адрес сайта, исчез. Спустя месяц Алексей узнал – виртуальный друг покончил с собой. «Получилось так, что я набираю его номер телефона, спрашиваю, Антона можно?» А трубку взяла его мать и сказала, что Антон покончил жизнь самоубийством. Он вскрыл вены. И я, честно сказать, тогда очень сильно в моей голове всё переменилось. Ну, не вдумал я, что это всё может быть от этого сайта. Хотя какое-то странное совпадение наверняка. Психологи уже придумали термин для определения феномена интернет-самоубийств. За модным словом «киберсуицид» скрываются бесчисленные жертвы, большинство из которых даже не знало, что собирается умереть. Но поразивший их сознание разумный вирус был прекрасно осведомлён о том, что они планируют сделать. 13-летняя американка Меган Мэйер покончила с собой из-за виртуального друга, который даже не существовал в действительности. В 2004 году в Японии одновременно покончили с собой 9 человек. Знакомы они были только по интернету. Это очень опасный вирус, и избавиться чрезвычайно сложно. Мимикрия – главное оружие вирусов. Скрываясь внутри всемирной паутины, вирусы знают о нас больше, чем мы сами. К сознанию каждого человека, как самые опытные психологи, вирусы находят индивидуальный подход. Каждый год на рынке появляются сотни новых лекарственных препаратов. Одновременно с ними люди узнают сотни названий новых болезней. Медицинские справочники пересдаются каждый год, поскольку устаревают. Атипичная пневмония, птичий грипп, лихорадка Эбола. Существуют ли все эти заболевания на самом деле? Или фармацевтические компании нашли способ заработать на людском страхе смерти? Вирусолог Михаил Супаницкий убежден, подавляющее большинство громких вирусов – всего лишь рекламный трюк. Здесь нужно различать. Когда речь идет о истинной эпидемии, и речь идет об эпидемии, которую придумали с целью, допустим, наживы, и с целью, даже, может быть, манипуляции миллиардами. Вот эпидемия, которая у нас называлась свиной грипп. И до этого эпидемия птичьей грипп – это классический пример нейролингвистического программирования. Безусловно, врачебная помощь всегда стоила денег. Древнему шаману за его услуги нужно было сделать весомый подарок. Врачи древности за свое искусство получали определенную плату. Но Михаил Супаницкий убежден – современная медицинская индустрия работает лишь на получение прибыли. Это превращение эпидемиологии в науку, псевдомедицинскую науку типа гомеопатии. И это, как ни странно, устраивает очень многих. И они как-то забывают, что они живут на той территории, которая как раз и занята вот этими вирусами. Которые очень много видели и пережили других биологических многоклеточных видов. Но является ли причиной этому только людская алчность? Не стоит забывать, мы имеем дело с опаснейшим и изворотливым врагом – вирусами. Как ни парадоксально, изобретение новых лекарств от вирусов выгодно в первую очередь самим вирусам. Изобретение Александром Флемингом пенициллина в 1928 году явилось революционным открытием и помогло справиться с множеством известных тогда болезней. Однако уже к нашему времени антибиотики не представляют для вирусов серьезной угрозы. Меньше чем за сто лет вирусы придумали тысячи способов сводить к нулю действия сильнейшего препарата. Эта цифра убедительно демонстрирует нам разницу в уровне эволюции человека и вирусов. Смотрите после рекламы. Вирусы атакуют новые жертвы в Алтайском крае. Это очень страшно, когда здоровый абсолютно человек на глазах буквально за считанные часы погибает. Эпидемия, которую скрывают. Солдаты в противогазах подметали улицу. Вся правда о сибирской язве. Люди, которые находились в это время на этом пути, они все погибли. Какие опыты проводят в военных лабораториях и кто на самом деле стоит за смертельно опасным экспериментом? Это изображение чумного врача 14 века. Костюм выглядит ухтрашающе и до сих пор у многих ассоциируется со смертью. Однако именно такой костюм позволял врачам безопасно заходить в зараженные чумой дома. Железный птичий клюв содержал специальные травы, спасавшие от чумных испарений. Толстые стеклянные линзы защищали глаза, а длинный черный плащ был пропитан воском. В начале 20 века по Европе прокатилась чудовищная эпидемия испанского гриппа. В одной только Барселоне ежедневно умирало 1200 человек. В следующие 18 месяцев испанка распространилась по всей планете от Аляски до Южной Америки. В общей сложности ее жертвами стало свыше полумиллиарда человек. Это 30% тогдашнего населения Земли. Вирусоподобный организм был первым организмом, самым простым организмом. И вот эти вирусоподобные организмы дали начало клетке. Мы привыкли считать Землю человеческим домом. Однако некоторые исследователи убеждены, на планете мы всего лишь гости. Истинными жителями Земли являются вирусы, возникшие на ней за несколько миллиардов лет до человека. И именно вирусы останутся жить на планете, когда человека не станет. Согласно этой теории, мы существуем на Земле лишь потому, что в данный момент необходимы вирусам для их собственного развития. Вот как это не будет обидно звучать или кому-то обидно слышать, они все являются вирусоносителями. Ученые знают, одним из самых опасных переносчиков бактерий являются животные. Цвиной гриб, птичий гриб, коровье бешенство. Хранителями смертельных для человека вирусов могут быть ящерицы, лягушки и особенно рыба. Вполне возможно, именно рыба стала причиной редчайшего генетического заболевания у индонезийского рыбака ДД. Вирус папилломы превратил его конечности в уродливые наросты, напоминающие корни гигантского дерева. В 15 лет во время рыбной ловли ДД случайно поранил колено. Дальше проникший в его организм вирус уже не спрашивал разрешения у нового хозяина. К сожалению, сейчас мы столкнулись с теми эпидемиями, которые не заканчиваются, которые будут длиться столько же, сколько будет существовать человечество. В 2011 году неизвестная кишечная эпидемия охватила Германию и Францию. Вскоре схожие симптомы стали появляться у жителей других европейских стран. Вспышка холеры в Африке в феврале 2012 года поразила более 13 тысяч человек. В 2009 году неизвестная инфекция унесла жизнь 37 человек в Западной Украине. Многие исследователи убеждены, все эти эпидемии являются прямым влиянием враждебной инопланетной цивилизации. Вирусы сознательно заражают людей. В августе этого года на Алтае вспыхнула эпидемия сибирской язвы. Несколько сотен человек были срочно эвакуированы в больнице. Врачи забили тревогу после того, как в местной больнице скончался 39-летний пастух Алексей Левин. Все симптомы указывали на то, что в край пришла страшная болезнь. Это очень страшно, когда здоровый абсолютно человек на глазах буквально за считанные часы погибает. Летальный исход зависит от количества полученных спор. Вот у него, видать, было столько, что летальный исход наступил. Корову разрубили. Сразился, наверное, я не знаю, потом заболел. Когда поехал в больницу, уже было поздно. Когда в больницу уже попал, взяли анализ. И все, и было уже известно, что подтвердился диагноз, что это сибирская язва. Смерть мужа потрясла Светлана. А спустя несколько дней у нее самой вдруг резко подскочила температура, а на теле появились красные пятна. Мы лежали в больнице, делали у нас анализ, брали все, но у нас не подтвердилось. Светлане Левиной повезло. Она осталась жива. На этот раз врачи были подготовлены, и болезнь отступила. Но местные жители до сих пор не могут прийти в себя. Любой может оказаться в этой же ситуации. Хоть вы, хоть я, хоть любой. Я считаю, это очень страшно. Еще в древности сибирская язва была известна под названием «Священный огонь». Ее возбудителем является бацилла антрацис. Перед каждой вспышкой эпидемии в небе наблюдалось непонятное свечение. Люди воспринимали небесные огни как гнев богов. В древних рукописях сохранились упоминания об огненном дожде. Современные исследователи уверены. Так наши предки описывали падение на Землю метеоритов. Космические тела несут с собой на Землю большое количество неизвестных науке вирусов и бактерий. В 2011 году ученые университета в Далласе сделали сенсационное заявление. Споры сибирской язвы были занесены на нашу планету из космоса. Вирусу сибирской язвы подвержены все дикие и домашние животные. Но самое страшное – больные животные могут заражать человека. Для того, чтобы вирус начал распространяться, он должен сначала появиться в природных очагах. И должен быть механизм передачи этого вируса из его природных очагов. Воспоимчивая популяция. Животных, погибших от сибирской язвы, хоронят в специально оборудованных могильниках. Но даже бетонные плиты и толстые стены не способны уничтожить отравляющие бактерии. Они способны лишь скрыть их на время, ограничить попадание к людям. Но эти бактерии продолжают жить. Бактерии сибирской язвы хранятся очень долго, они не погибают. Вот даже животные сибирской язвы захоранивают, они там сохранены. И можно, если человек поранился или ввел эти споры себе в руку, может и заболеть. Ученые утверждают, вирусы это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужеродном организме. Вирусы могут трансформироваться, мутировать и убивать. Исследования доказали, что они не зависят ни от каких земных законов. Поэтому многие эксперты уверены, вирусы это инопланетяне из космоса. Вирусы жадно ищут живую клетку, чтобы захватить ее. Но кто же поставил перед ними такую задачу? И как остановить распространение эпидемий по всему миру? Физик Алексей Золотарев убежден. В случаях массовых заражений надо поступать так, как поступали наши далекие предки. Нужна локализация. Естественно, нужно захоронение особое. То есть это лучше всего сжигание. То есть когда просто закапывать землю, это нежелательно. Почему? Потому что в Земле вирусы, ну как же любые живые клетки, но они могут впасть, ну как в анабиоз, в спячку, а через несколько десятилетий, столетий все равно жить. Исследователи уверены, попадая на Землю из космоса, вирусы убивают все живое на планете. Их цель – остаться единственными разумными существами на нашей Земле. Далее в программе. Мистификация мирового масштаба. С какой целью в лабораториях разрабатываются генетически модифицированные штаммы древних вирусов? Невероятно. Но сейчас ученые воссоздают вирусы, которые были мечом человечества на протяжении тысячелетий. Их цель – уничтожить человечество. Кто посылает на Землю смертельные заболевания? Они, казалось бы, внесут в себе уж такой объем инфекционный, что просто вот, ну, просто зашкаливает. И что скрывают исследователи глубин Антарктического озера? Озеро Восток со своими таймерами. Это такой ящик Пандоры. Осенью 2001 года в США охватила паника. По почте жителям стали приходить запечатанные конверты, выглядевшие как обыкновенные щита. Эти конверты содержали споры сибирской язвы. В 1995 году в токийском метро был распылен отравляющий газ. Уже сейчас биотерроризм считается более опасным, чем ядерное оружие. Может быть, в лице террористов сами вирусы нашли удобный способ избавиться от своего главного конкурента на Земле – от человека. Весной 1979-го в одной из больниц города Свердловска был зафиксирован смертельный случай. Официально больной скончался от пневмонии. На самом деле, это была первая жертва знаменитой Свердловской эпидемии сибирской язвы. Опасаясь паники среди населения, власти всячески замалчивали случившееся. Сначала было неизвестно, что за заболевание. Потом нам сказали, что это сибирская язва. Приходилось достаточно много людей отправлять, госпитализировать. Однако уже на следующий день, 5 апреля, радио «Свобода» сообщило о ведущихся в Советском Союзе разработках новейшего биологического оружия. А смертельные случаи в Свердловске объяснило выбросом штамма сибирской язвы из секретной военной лаборатории. Говорили, что через мясо первое время. Но, вы знаете, ветер дул со стороны 19-го городка. Люди, которые находились в это время на этом пути, они все погибли. В течение следующих трех недель в городе умирало по 5 человек ежесуточно. Кровоточащие язвы на теле, кровавый кашель и лихорадка явно указывали на редкое и страшное заболевание, грозящее обернуться массовой эпидемией. И тогда жертвы исчислялись бы уже тысячами. Страшно именно тогда стало, когда мы увидели, что это солдаты в противогазах подметали улицу. Ученые до сих пор теряются в догадках, откуда возникла смертельная эпидемия. Версия про разработку биооружия не нашла подтверждения. Невероятно, но правда оказалась куда страшнее. Исследователи уверены, Земля в очередной раз подверглась нападению инопланетян. Древняя плесень из египетских пирамид перебралась на другой конец земного шара. Невероятно, но сейчас ученые воссоздают вирусы, которые были бичом человечества на протяжении тысячелетий. В 2005 году ученые воссоздали вирус испанского гриппа, от которого в начале века умерло свыше 50 миллионов человек. А в 2006-м вирус феникс, от которого наши предки страдали еще 5 миллионов лет назад. Одна из самых главных загадок вирусов – их избирательность. Жертвы каждой эпидемии делятся на тех, кто умирает, и тех, кто остается жив. Знаменитые реки Индии, которые вытекают из Гималаев, которые берут истоки с ледников, они, казалось бы, внесут в себе уж такой объем инфекционный, что просто зашкаливает. И несмотря на это, миллионы людей эту воду пьют, они купаются, рядом с ней живут. И нет эпидемий в Индии. В наше время вряд ли кто-нибудь рискнул бы войти в зачумленное помещение в костюме врача 14 века. Однако еще совсем недавно, во время Первой мировой войны, огромное количество девушек из интеллигентных семей шли на фронт медсестрами. Вооруженные лишь марлевой повязкой, они входили в тифозные бараки и оставались живы. И еще один тоже исторический факт, это с Владимиром Ивановичем Вернадским. Ведь он тоже болел испанкой. Что интересно, вокруг него умерли все, даже врач, который его лечил. А он выжил. То есть вот причина, почему. Вот инфекция одна, организмы более-менее у всех одни. Условия у всех одни, питание у всех одно, вода у всех одна. Но вот один выживает, остальные погибают. Иногда кажется, будто человечество находится на грани вымирания. Но очень часто вирус отступает. Кто же контролирует иную жизнь? Современные исследователи утверждают, безжалостные убийцы из космоса обладают разумом. Наша планета для них всего лишь экспериментальная площадка. Человечество до сих пор не готово признать, каждый день идет война. Война против человечества. Инопланетные вирусы планомерно осуществляют захват Земли. Одной из главных проблем, стоящих перед человечеством, является проблема глобального потепления. Но мало кто знает, тайне ледников способно вызвать не только новый всемирный потоп. Оно способно разбудить спящие во льдах древние вирусы. Если эта вечная мерзлота, она оттаивает, то эти вирусы, то есть микроорганизмы, которые были в анабиозе, они оживают и в новых условиях набрасываются на биообъекты, которые еще не выработали иммунитет против них, это может быть еще намного страшнее, чем уже вирусы, к которым организмы привыкли. Открытие подледного озера Восток в Антарктиде является одним из крупнейших открытий 20 века. Ученые полагают, в озере могут существовать микроорганизмы, находившиеся в изоляции на протяжении сотен тысяч лет. Даже в таких условиях может существовать жизнь, по крайней мере, микробная. Это, можно сказать, некоторый ответ на астробиологические вопросы. Может ли в таких условиях на других планетах существовать жизнь? Уже в этом году полярники планируют добраться до поверхности подледного озера, которое скрывает мощный слой льда. Экспедиция прошлого года остановилась на отметке чуть более 3720 метров. До заветной цели остается совсем немного. Озеро Восток со своими тайнами. Это может быть такой ящик Пандоры, который мало не покажется, если его вскрыть. Ученые не отрицают того, что настоящими хозяевами нашей планеты могут быть разумные микроорганизмы, обитающие в озере. И подобно тому, как плесень из пирамид поразила английских археологов, эти организмы тоже ждут своих первооткрывателей. Неужели людям мало той тотальной атаки, которую ежедневно ведут против нас обычные вирусы? Неужели мы хотим разбудить древние бактерии, которые способны уничтожить все живое на планете? Пока что мы нужны вирусам. С нашей помощью они эволюционируют и становятся сильнее. Возможно, уже совсем скоро вирусы станут полностью самодостаточными. И тогда необходимость в человеке отпадет. И эта иная форма жизни полностью захватит планету. В фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор» рассказывается, как компьютерный вирус уничтожил человечество. Конечно, это всего лишь фантастический фильм. И на самом деле такого не было. Но ведь в каждой сказке есть доля праты. Вирусы существуют. Они живы. Они считают человека угрозой для себя. И они не собираются сдаваться. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.